здравствуйте мои дорогие зрители всем привет от диты солнечной канады сегодня у нас очередной обзор магазина очередной магазин магазин называется нордстром рек это американская сеть очень большая очень известный вообще такой магазин очень-очень известный в америке в канаде открылся недавно вообще есть магазин norstrom и там продаются всякие очень-очень дорогие бренды и в общем всякое разное всякая она струм req это как бы его аутлет то есть это то что не продано в northearn продается в нордстром рэг и в америке он давно есть у нас но открылся недавно иначе это кайда файл клет типа вот я в нем никогда не было в америке я была в норстром рек и я знаю что там были потрясающие цены просто абсолютно убийственные цены а в нашем я не была и как если честно я подозреваю что у нас все не так красиво и не так романчиво как в американском магазине как все в канате я имею ввиду шопинг я медицин все пойдемте будем смотреть и первый раз там буду расходим туда посмотрим итак нас встречают у входа гуры очков как вы видите написано фирогама и рейбен но фирогама что-то я не нашла вот рейбен было много очков я посмотрела почем они они по 100 долларов это немножко дешевле чем на их веб-сайте то есть можно сказать что и скидка было много до очков рейбен вот это вот были интересные очки они не темные они такие знаете для просто с обычными стеклами я хотел их померить но не нашла зеркало честно вот переходим к сумкам вот вы видите цену я вам показываю озвучивать не буду вот эта сумка марк джейкобс мне очень пораз она оригинальная необычная я таких не видела вот этот красный обычный шоппер их много вот это зеленая не зеленая такого защитного цвета сумка необычная с выбитым брендом в общем понравилось мне вот было много маленьких сумочек марк джейкобс тоже это ребека минков тоже известный бренд такой middle сегмент очень узнаваемый так сказать дизайн и по-моему есть сумки похожие я забыла название тоже такого же плана ценовой сегмент они все очень похожие между собой я их честно говоря путаю не очень различаю потому что я мне как-то они все все на одно лицо вот майкл корс коуч вот это ребека ребека минков в общем да ну вот пошла я в клиренс посмотреть почем клиренс у нас и немножко дешевле действительно на клиренсе те же самые сумки стоят розовых цветов бежевый такой знаете неплохие цвета вот этот бежевый и вот этот серый мне понравился цвет он очень такой знаете нейтральный очень ко всему подходит я даже приложила его к себе он в общем подходил к моему сегодняшнему аутфиту я сегодня оделась немножко в старуху шпакляк такая знаете я ходил на работу в общем отсюда пиджак и скромная скромная юбка и ботиночки такие под шпакляк с носочками в сеточку кстати сумка очень подходит к моему костюму если вы узнали эту брошечку мою винтажную которую я вам показывала в одном из своих видео собачка вот сегодня я в ней выгуливала ее ну вот эта космическая космическая малютка такого цвета конечно я не могла пройти мимо теперь мы переходим к сумкам тори перч про бренд тори перч я вам рассказывала в моем одном из видео где я снимала витрины я вам оставлю может быть ссылку внизу если вы не смотрели то посмотрите вот эта сумка мне понравилась мне понравился цвет такой спокойный нейтральный мне понравилась ее форма ее размер ручка такая удобная в общем очень такая сумка на каждый день а вот эта сумка уже совсем совсем не на каждый день серебристая тоже космическая сумочка не дешевая вот цена который перечеркнут это цена которая была в магазине нордстром а это цена нордстром рек вот эта сумочка мне очень понравилась она довольно необычная в немного цветов и как бы поэтому ее легко может быть возможно сочетать со многими аутфитами не дешевая как вы видите она стоил 1450 сейчас она стоит 699 почти 700 долларов небольшая сумка я даже не знаю почему из чего она такого сделано ну тем не менее ну и конечно вот эта вот сумочка за 300 долларов это трусиные перья это просто восторг это конечно вечерняя сумка на выход но я люблю такие вещи я только не поняла это было две сумки или это как будто бы она сдвоена я что-то рассматривала крутила вертела но там столько на ней всяких проводков замков и и разных знаете устройств для чтобы ее не украли что очень трудно понять в общем прекрасная сумка на золотой цепочке синие струсиные перья я люблю такое еще раз я нашла вот в другом месте лежали эти сумочки еще раз я проверила ее цену подумала может быть там не неправильно цена была здесь будет меньше она стоит но нет стоила настолько же понравилась она мне необычная оригинальная такая вот и вот это такой знаете очень-очень удобный такой на каждый день шоппер большой с хорошими ручками большого размера с карманами в общем удобная вещь так это сумки кейт спейт про этот бренд я вам тоже рассказывала в том же самом видео где снимала витрины такие малютки хорошенькие с жемчужинками хороший цвет такой приятный серо-голубой кейт спейт делает неплохие сумки я вам вообще должна сказать что вот эти вот бренды кейт спейт и тори берч они в принципе по качеству совсем неплохие я даже думаю что они очень близки к люксу по своему качеству но стоит конечно намного меньше много много было всяких кошельков вот такие маленькие карт холдер это называется у нас то есть маленький кошелек чтобы класть кредитные карточки права водительские я кстати перестала пользоваться большими кошельками последнее время и перешла вот именно на такие вот карт холдеры потому что в принципе я поняла что я никогда не пользуюсь наличкой практически я у меня в кошельке в общем-то лежат сплошные карточки то есть я вполне могу разместить вот такой маленький кошелечек кредитные карты мои мои водительские права моя медицинская карточка там всякие клубные карты так скажем и мне вполне хватает вместо того чтобы носить в сумке огромный кошелек вот это сейчас я прервусь очень мне понравился этот кошелечек кейт спейт такой хорошенький с их эмблемой вот это вот пиковая пиковая дама а да так вот кстати вот большие кошельки были внизу тоже тори берча марк чейкобс так вот я такие такие кошельки перестала носить потому что они занимают немоверное количество места в сумке если у вас маленькая сумочка то разместить такой кошелек в ней практически невозможно а перекладывать все из большого кошелька в маленький это такой такой гемор знаете что в общем короче я отказалась от такого кошелька и я ношу такой карт холдер в котором вот мои карточки и все наличкой я не пользуюсь у меня никогда с собой даже и нету так что мне вполне хватает такого маленького кошелечка было там еще много бижутерии вот сейчас я вам покажу значит бижутерия была очень бюджетная видите 18 долларов бусы но она была спорная я бы сказала вот посмотрите пожалуйста на это произведение бижутерного искусства прям такая знаете цепь маргинала из 90 годов очень крупные такие очень даже для меня вы знаете я люблю крупные украшения но вот бабочка такая вообще прямо вырви глаз но вы знаете что в принципе если очень нужно для какого-то аутфита например в стиле боха или вот что такое то такие бусы как раз то что надо их конечно не будешь носить каждый день но создать какой-то образ вот например вот эти мне понравились разноцветные но очень вы подошли в стиле боха для аутфита ну вот цепь ужасная с черным а вот это неплохая кстати цепь такая модная сейчас же очень модно цепи вот и вот конечно верх так сказать бижутерного произведения искусства вот эти вот губищи на цепи я вообще даже не представляю даже кто может на себя это надеть ну простите если кому-то это нравится но мне нет и была другая бижутерия вот это очень-очень минималистичная такая скромная очень маленькая тоже очень бюджетная в виде 13 долларов стоит этот кулончик с цепочкой фанацея я так прочитала название не знаю никогда не слышала какие-то бренды но это какие-то американские конечно бренды коих у нас очень много в основном у нас очень мало европейских компаний продаются в наде в основном это европейские про простите в основном это американские бренды как я уже сказала вот тот тоже тори берч это тоже кейт спейт и тот же коуч это как бы все американские компании они очень широко у нас представлены а европейских компаний у нас очень мало вот кстати ребека минков мне по раз на селе вот это очень не очень дорогая как бы сумка на селе очень универсальная белая на лето хорошо тоже размеру знаете без всяких там прибамбасов без украшательств такая я бы сказала минималистичная сумка но вот на каждый день на лето очень неплохо еще я нашла бижутерию вот кстати вот эта цепь такая матовая цепь и тоже там не помню за сколько но недорого совсем очень неплохой вариант знаете так купить и поиграться на на сезон когда это очень модно и вот эта цепочка мне тоже понравилась интересные звенья такие интересно она сделана на 15 долларов по-моему она стоила тоже недорого и еще она цепь с таким знаете колечком кулончик небольшой ну в общем бижутерии было очень много как вы видите размер катастрофы просто невероятное количество всякой разной очень крупные большие серьги маленькие совсем пусечки такие знаете гвоздики в ухо вставлять кольца в общем видите очень много огромные стенды которые вот если так стоять и рассматривать так там надо постоять целый день по 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 рассматривать это все я немножко поснимала вы должны понять что снимал немножко если бы снимала все это все бы видео было занято бижутерией но я люблю бижутерию я конечно немножко там залипла просматривать что там почем но я ничего не купила потому что не знаю у меня много бижутерии ничего такого выдающегося если я нашла что-то что чтобы мне понравилось очень чего у меня нету и я бы нашла что-то что я могла бы сочетать с каким-то из своих аутфитов я бы наверно купил потому что цены очень демократичные но ничего такого не было как бы того что мне нужно так скажем да ну и потом вы знаете я люблю винтаж сейчас увлечена очень так давайте перейдем к обуви я пыталась понять бренд этих этих ботинок но не нашла читала читала снимала снимала не так и не мило но вот такие вот симпатичные ботинки под под анималистичный принт и вот такие же тоже шлёпанцы лоферы они из натурального меха кстати ботинки и лоферы сделаны то есть они не под натуральный мех они из натурального меха но просто они покрашены под какого-то зверя вот милейшие совершенно милейшие туфельки лодочки с таким бантиком сверху не очень дорогие незнакомый мне бренд но на ощупь кожаные приятные замшевые вернее но приятные и цвет потрясающе красивый конечно очень модный вилловый цвет в этом сезоне вот это такие тоже очень яркие знаете такие на выход босоножки туфли оригинального цвета я конечно же обратила внимание потому что они очень оригинальные но очень мало под что они могут подойти сумасшедший совершенно каблук носить их будет затруднительно наверное хотя можно было померить я не стала мне кстати есть такого цвета туфли я их почти никогда не ношу трудный цвет его очень трудно с чем-то сочетать но только если с черным аутфитом полностью хочу обратить ваше внимание на размеры в этом магазине очень это очень редко но есть размеры от 4 самого маленького что я как обладатель пятого размера очень оценила до 12 13 американский размер это где-то 40 женский 41 то есть это большая редкость когда в магазине есть такие большие размеры их было мало такой обуви но она была она существует вот потрясающего цвета красные были ботиночки прям такой ярко красный пожарного цвета мне понравились они конечно ну я люблю все что я сорока я люблю все что бросается в глаза я люблю все яркое у меня много такой обуви и одежды которую трудно сочетать и трудно носить но тем не менее я покупаю просто вот как коллекционер собиратель вот эти тоже очень симпатичные кстати просто очень симпатичные и очень бюджетные замшевые босоножки на хорошей такой удобной танкетки и вот эти потрясающей красоты и цвета сливовые замши туфли лодочки фирмы вес пига очень бюджетные 35 долларов для итальянской замшевой обуви это просто ну в общем даром хорошая конечно колодка у нее я знаю бренд вес пига он очень удобный несмотря на каблук до сих пор в моде у нас казаки казаки не знаю как правильно это бренд сэм эдельман тоже довольно известный представленный у нас бренд и вот эти потрясающего цвета это kelvin klein лодочки посмотрите на них на их цвет посмотреть как они сделаны посмотрите на их подошву что там творится серебро внутри я уже их почти положила на место тут заметила три такие точки спереди на носке на подошве я не знаю для чего это может быть это какой-то фирменный знак бренда kelvin klein не знаю это босоножки бренда coach тоже довольно дорогой довольно известным в основном сумками но они делают обувь тоже и вот тоже под зверя в общем удобный квадратный каблук симпатичные кстати неплохие а вот это шлепаться тори борч посмотрите сколько они стоят они очень недешевые то есть это довольно дорогой бренд не люксовый но дорогой бренд и если вот такие шлепки стоят столько то вы понимаете да ted baker это тоже довольно недешевая компания красивые босоножки цвета фуксии ну за 100 долларов почти в принципе это не очень дорого для ted бейкера майкл корс ботиночки мне понравились хороший тоже каблук очень приятный цвет приятная замша хорош такой фасончик немножко мне кажется высота их я не люблю такие они режут ногу не очень не люблю такие ботинки и вот еще вес пига слепанцы такие лоферы очень недешевые не знаю почему те туфли были недорогие а эти вот такие вот и вот это вот бренд баг для мишка сейчас я вам покажу его название внутри так он называется смешно но они делают на выход платье и обувь знаете вот вы видите все-таки в стразах в общем вы поняли о чем я так потом я начал рассматривать верхнюю одежду поскольку зима на носу и вот много всяких было вот этих шубок тети которые узнают до сих пор они в моде я что-то не очень в курсе мне кажется что они немножко отходят но там было завешено ими много разных цветов вот эти очень не очень хорошего качества вот я посмотрела вблизи они такие довольно не очень хорошо сделаны много было пальто из шерсти ну как шерсти я не проверяла их состав но как бы из ткани предположительно шестяной они были укорочены все может быть потому что еще зима далеко а в принципе сейчас у нас осенняя коллекция все были вот такого фасона с какими-то большими такими отложными воротниками на поясе укороченные опять же там на них много всяких этих пластиковых штук для того чтобы их не украли и они поэтому их трудно очень с ними иметь дело как только что-то там начинаешь трогать она все начинает пищать звенеть в общем я старалась их как бы особенно не сильно там рассматривать но вот пыталась рассмотреть что за фасон они были разных цветов вот были такие сиреневая были вот такие вот базовые цветы camel и видите такие бежевые бежевые разных бежевых цветов и вот я нашла манекен на котором было надето эти пальто чтобы красного цвета чтобы понять как она выглядит ну в общем вот такой укороченная пальтишко на на поясе вот эта искусственная шубка она очень мне понравилась и это бренд pranzas cooler это очень дорогой вот это действительно люксовый бренд вы видите сколько ее было цена 765 сейчас она стоит 239 240 долларов но made in china сделано в китае что конечно меня разочаровала вот такой у нас нынче люкс и очень очень симпатичный очень смешной плащ бренд называется walk of shame с такой смешной такой розовой пуговицей пришитой как бы не по делу вроде бы да но придает она такого перца этому плащику и посмотрите написано по-английски и потом написано кириллицей walk of shame русскими буквами причем буквы как-то перевернуты наоборот в общем не знаю очень это смешно мне понравилась эта идея понравился вообще этот плащ я конечно его решил померить на себя он неплохой он не очень как бы понравился как он сидит он хорошо сделан и вот это вот пуговица оригинальная я померил это был мой размер он вот так вот его можно взять под пояс можно носить без пояса принципе там были кнопки можно было застегнуть я уже не стала заморачиваться потому что трудно было мне застегнуть понравился мне этот плащик такой приятного цвета пыльные розы и еще я померила эту шубу полушубка вернее про энзескулер тоже мне понравилось продавщица проходящая мимо сделал мне комплимент что мне очень она подходит но действительно подходит как бы да но не знаю не нужен мне такой полушубок тем более что он довольно недешевый но очень дорогой бренд значит из одежды я долго ходила смотрела пыталась что-то найти чтобы взять примерочные примерочные были открыты чтобы повеселить себя и моих зрителей порадовать так сказать своими примерками но девочки честное слово но настолько как-то все но никак но вот вы видите я снимаю я искала искала какие-то платья какие-то юбки в общем какой-то ужасный ужас совершенно ничего не не нашла я померить я отношу это к тому самому ковидному дефициту который у нас сейчас происходит во всех магазинах я понимаю что сейчас видимо очень плохо все с завозом и с доставками поэтому в магазинах какие-то вот вещи совершенно невменяемые например вот это платье ну слушайте это крик души начала двухтысячных вот эти кружева вот эта сетка очень такое знаете не актуальная я бы сказала какие-то вот я увидела дизайнер 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 дизайнерские вещи я ринулась к этому стенду стала там искать ковыряться нашла значит опять же какой-то невменяемые фасоны и расцветки блузку вот этой самой фирмы рис которая совсем не является дизайнерской вещью а в общем как бы middle сегмент тоже я не прошла мимо блузов горошек это тоже тоже фирма walk of shame который плащ который я мерила ну она можно сказать можно отнести ее к дизайнерской вещи ну и вот все такое вот вот знаете вот какие-то какие-то блестки каких-то брендов которых я никогда не слышала если честно и а л си я даже не знаю что такое ну вот если вы знаете напишите мне что это за бренд свитера какие-то в общем короче ничего я не нашла померить но я подумала что судя по полушубку прензескулер у этого магазина есть потенциал и надо наверное подождать когда кончится вся эта эпидемия и у нас вернуться нам поставки и вещи начнут поступать в хорошем так сказать правильном количестве в магазины и вернуть сюда снова и я надеюсь что я найду что-нибудь померить ну вот девочки такой у меня получился обзор что я могу сказать оба в сумке да мне понравилось есть на что посмотреть одежда абсолютно нет совершенно нет какие-то вот видите невменяемые свитера ну вернемся сюда вернемся я надеюсь увидимся в следующем видео ставьте мне лайки комментируйте люблю целую пока пока бай